Евро не удается отыграть потери прошлых сессий, фунт упал до минимальной отметки за последние полгода. Плохих новостей для евро накопилось слишком много. На локомотив Евроблока Германию надежд больше нет, от ухода в рецессию зону евро пока спасает сектор услуг. Тут еще и доллар растет в цене по всему спектру рынка. В понедельник он весь день торговался в плюсе, отыгрывая благоприятные данные по рынку труда в США. Сегодня американская валюта продолжает незначительно повышаться, но в процесс может вмешаться господин Пауэлл. В фокусе трейдеров его выступление в Конгрессе. Упоминание о монетарной политике, вероятно, вызовет резкие колебания на финансовых рынках. Активность продавцов на дневных торгах увеличилась, и основная пара ушла ниже 11 фигуры. Прорыв поддержки 1.12 усиливает риски продолжения нисходящего движения евро, но его потенциал по-прежнему выглядит ограниченным. Все дело в желании Дональда Трампа ослабить доллар к президентским выборам, которое растет как снежный ком. В целом пара евро-доллар растеряла потенциал роста, и скорее всего будет торговаться в широком боковике вплоть до заседания ФРС в конце июля. Наиболее ясная картина вырисовывается для пары фунт-доллар. Здесь наиболее вероятно продолжение нисходящего движения. Трейдеры ждут, что Банк Англии присоединится к другим крупным центробанкам и снизит ставку. Рынок активно наращивает позиции в этом направлении. Дополнительное давление на британский фунт оказывает Борис Джонсон, а точнее тот факт, что он практически добрался до кресла премьер-министра страны. Во вторник котировки пары фунт-доллар торгуются на отметке 1.2458. Следующей целью для медведей выступает очень сильный технический уровень поддержки 1.2350. Золото постепенно сползает с высоких отметок, так как агрессивное снижение ставок ФРС в июле под вопросом. Унция драгоценного металла сейчас оценивается в 1389 долларов. Швейцарский франк также находится во власти сильного доллара и снижается в цене. Швейцария сегодня опубликовала данные по безработице. Как и ожидалось, сенсации здесь не произошло. Показатель остался стабильным в июне. Кроме нескольких выступлений представителей ФРС, внимание рынков будет также сосредоточено на американо-китайском конфликте. На этой неделе стороны возобновят торговые переговоры после двухмесячного перерыва. Ну а о том, как будут развиваться события, вы узнаете из наших следующих выпусков финансовых новостей на канале Инстатв. До свидания!